Сотрудники транспортных компаний совместно с полицией и контролерами продолжают следить за соблюдением масочного режима в городском транспорте. По поручению областного оперштаба количество ежедневных рейдов с прошлой недели увеличилось до 12, то есть вдвое. Только на прошлой неделе проверяющие составили 20 административных протоколов на ковид-диссидентов. Следят не только за пассажирами, но и за работниками общественного транспорта, которые от начала до конца поездки должны находиться в масках. Утро на транспортном предприятии начинается с того, что мы раздаем экипажам, водителям и кондукторам средства индивидуальной защиты. Если в ходе рейса кто-то из сотрудников будет выявлен без маски, либо со спущенной маски, об этом нам сообщают наши пассажиры активные. Для безопасности сотрудников транспортных компаний с сентября 2020 года проводится активная вакцинация персонала. Добровольно и бесплатно получить инъекцию от ковид-19 сотрудники транспортной сферы могут как централизованно, подав заявление на работе, так и по собственной инициативе через запись на сайте госуслуг, а также по горячей линии набрав 122 или обратиться в поликлинику по месту жительства. По мере наличия вакцины, по мере формирования списков, нас приглашают группами по 5 человек, как правило, на вакцинацию. На сегодняшний день привито суммарно по всем предприятиям транспортной отрасли 183 человека, и мы ожидаем, что неделя за неделей эта цифра будет расти, расти, расти по мере поступления новых доз вакцины. По итогам сегодняшнего рейда контролеры вывели с маршрута двух пассажиров без масок. Для одного из них поездка закончилась оформлением административного протокола. За все время проведения ежедневных рейдов было зафиксировано более 260 административных правонарушений по факту несоблюдения санитарных требований регионального Роспотребнадзора. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok